всем привет с вами василий павленко сайт язан studio и сегодня такое небольшое видео просто обзор программ произошло довольно значительное событие выпустили новую программу прошел продюсер новую версию программы программа 60 вот и даже уже в принципе пока еще собираюсь выпустили уже обновление несколько штук то есть на данный момент вот вчера буквально или позавчера 23 3 числа выпустили вот версию 33 97 и в принципе я программы как бы ну не ставлю сразу после выхода обычно но тут уже пришли во первых несколько вопросов и собирался написать все никак не напишу на сайте про данную программу про данную версию решил я установить данную программу чуть-чуть потестить тем более как бы она уже не совсем но вы уже несколько тут патчей сделали обновление несколько поэтому в принципе работает довольно стабильно и так времени очень много в чем отличие данной версии программы от 5 интерфейс не изменился по сравнению с пятой версии так что тут не будет наверно никаких трудностей если с пятой версии кто переходит допустим не так как с четвертой на пятую особенно новички все все время путались тем более уроки в основном для начинающих очень даже не очень много в основном начинали все снимать 4 версии поэтому здесь как бы будет легче переход с в этом отношении с пятой на шестую версию и в принципе отличие тут ну как всегда в принципе то что пишут практически наверно все разработчики там улучшенный экспорт импорт улучшенные переходы там и так далее тому подобное это надо тестить и смотреть я не знаю я принципе пока этого не оценил что там улучшено вот основные моменты которые появились новые такие значимые моменты которые появились в шестой версии это у нас во первых касается текста и во вторых звука и так с текстом у нас что возможно стало во первых ну здесь все то же самое весь интервейс как видите все то же самое текст все в принципе также пишется настройки все практически те же самые меж строковый интервал до появился и межзнаковый интервал так чуть побольше шрифтом напиши появился до регулировать можно стало это в принципе очень хорошо иногда это очень нужно среди эффектов тут в принципе все то же самое осталось единственное вот тоже касается звука здесь появилась возможность допустим на конкретном выделенном ключевом кадре изменять громкость в процентах то есть можно уменьшить допустим на данном ключевом кадре или увеличить громкость ну в принципе все эффекты надписи я не знаю но по моему они все те же самые остались хотя все написано улучшено самое главное возможность работы с текстом появилась у нас как бы я даже не знаю как это сказать растрировать текст не растрировать ну короче появилась возможность такая как вот преобразовать в слой то есть если мы выбираем данный пункт меню у нас появляется в слоях новый слой вот он давайте выключим вот здесь вот будет лучше видно да ну помимо того что это фактически с ним можно работать как с обычным слоем во-первых то есть все что мы можем делать с обычными слоями можем теперь делать с текстом и в то же время он остается как бы текстовой слой здесь даже написано вот текст player то есть при выборе данного слоя появляется дополнительные здесь два пункта меню которые в принципе идентичные пунктом вот управление надписями но стоит здесь можно все то же самое настроить фактически тоже эффект исчезновения добавить и так далее и тому подобное но это уже как бы не совсем текстовой слой а это уже и слой текстовой в одно и то же время и этот как я сказал и поэтому появляется возможность допустим был бы я делал такой урок да как можно сделать там прозрачный текст в качестве маски как его использовать здесь это уже как бы вот все стало намного проще поскольку это уже как слой можно использовать да если мы под него что-нибудь подложим естественно кстати при выборе другого слоя видите пункты меню пропадают управление текстом при выборе вот этого слоя вот эти пункты меню появляется естественно появилась возможность использовать его тоже как маску сразу не надо ничего мудрить как коррекцию как маску короче возможности много появилось знать если мы нажмем использовать как маску то естественно наш текст будет использоваться применяться к слою как маска вот это основная думаю я считаю возможность появилась очень очень хорошие ну по управлению слоями здесь в принципе что текст что это здесь все осталось в принципе то же самое ничего тут как бы нового не добавилось насыщенность только вот по моему появилась до изображения все в принципе то же самое ну так только звук появился насыщенность звук так что у нас тут еще ну наверное здесь и все в принципе по отношению к этим всем пунктам остается на все то же самое здесь нечего смотреть так окей кстати все стиле из пятерки и все что было переходы у меня это все в принципе встали нормально все работает все переходы видео добавилось тоже в принципе нормально все то же самое вот на в отношении видео ничего в принципе тоже нового не появилось такого же кардинального все они тут появился хороший пункт меню вот последнее время очень много вопросов тоже присылали то что звук пропадает я не знаю то ли все уроки люди не смотрят то ли не внимательно то ли забывает но факт то что очень много в последнее время как раз вопросов было то что на при применении какого-то видео футажа у них громкость уменьшается естественно уменьшается потому что на видео даже если там на самом нет деле звука все равно надо убирать громкость здесь же это появилась вот такая галочка здесь возможность предотвратить понижение громкости звуковой дорожки кстати руси русификации от кастанеды хорошие тоже спасибо их нему форуму довольно таки все качественно хотя в принципе я не люблю русифицировать программы потому что из-за этого ну раньше я сталкивался из-за этого с различными проблемами но в принципе вот именно в прошлом продюсер я в принципе не сталкивался с проблемой с русификацией молодцы товарищи сделали хорошо то есть и можно звук убирать здесь вот таким вот образом помимо того что уменьшить громкость на видео можно здесь вот еще такая галочка появилась но я ее не тестировал как она будет работать не знаю честно но я думаю будет все в порядке с этим и и еще одна вторая основная тут возможность появилась это дополнительная возможность работы со звуком помимо того что как я говорил здесь можно на каждом ключевом кадре присвоить какую-то громкость только я не знаю честно еще как она толком работает именно вот с ключевыми кадрами потому что ну то есть на разных слоях здесь да везде присутствует это пара этот параметр и что будет допустим если на одном слое там уменьшим звук на другом увеличу какое-то среднее значение он примет или что я не знаю но это тоже как бы надо поработать посмотреть потому что программа буквально я вот вчера только поставил ну она как вышла считайте я так практически поставил двадцать третьего это надо протестировать и в принципе со звуком удобнее не конечно не там работать а здесь непосредственно по добавлению звуку звука осталось практически не практически все то же самое вот видите я там на ключевых кадров кадра громкость поменял такая вот спектр тут нарисовался такой своеобразный в редакторах видео и в редакторе звука в принципе тоже ничего не изменилось изменилась вот здесь то есть при в принципе вот здесь удобно стало регулировать громкость добавили в молодцы масштаб удобно регулировать не плюсом минусом а с помощью вот протаскивание у данного бегуночка тоже я думаю удобнее это все просто щелкнув на данной дорожке да мы получаем уже вот такую вот штуку кстати вот эта хрень вот это мешается я уже заметил всплывающая кошка она закрывает вот тут вот этот бывает и заклинивает вот то есть здесь можно без зажатия клавиши alt как раньше уменьшать в начале звук естественно вот так громкость тоже соответственно понижать повышать ой не alt клавишу извиняюсь control да зажимали я уже один день можно сказать поработал уже забыл да control зажимали и это все производили эти операции а сейчас это все как бы просто выделяем щелчком мыши данную дорожку и делаем эти же операции без всяких зажатых клавиш здесь можно вот добавить черные точки вот эти вот это точки которые которые вот как раз ключевых кадрах там присутствует по моему насколько я понял тоже до конца еще как бы не очень разобрался да и они отсюда во не регулируется вот здесь предупреждение выскакивает но в принципе это все можно как бы почитать и посмотреть что это тут это тут в принципе все написано сейчас я не буду этого касаться где не настраиваются эти темные точки и как чего так а вот эти желтые точки создаются прямо здесь и дают нам возможность регулировать звук то есть вот громкость до по горизонтали от точки . это понижение звука до получится или наоборот повышение вот то есть можно таким образом а более точно настроить здесь звук стало это тоже очень хорошо вот создаются данные ключи или вот допустим вместе бегунка можно щелкнуть правой кнопкой и где тут добавить точку громкости или там была сейчас подсказка в этом меню то что если зажать клавишу alt появляется такой вот крестообразное видно не знаю вот крестообразный такой курсор и устанавливал нужного места при зажатой клавиши alt щелкаем у нас появляется тоже данные вот ключи которые можно регулировать таким вот образом громкость по всему по всей длине клипа можно устанавливать их и повышать понижать везде ну в принципе это вот основные отличия там ну появился там вывод еще там для различных устройств то есть больше устройств там стал поддерживать адоб флэш во флэш можно вывести видео сиди ну появились новые короче возможности добавили как я сказал уже какие-то новые девайсы да сейчас видеофайл так пда blackberry palm я не помню они были там нет принципе я просто никогда не вывожу ну может кому-то надо за apple для ipad of мобильники samsung медиа плеер и поддержка так game для консолей microsoft sony playstation ну короче вот такие вот тоже как бы некоторые дополнения хотя вот в принципе для девайсов не делаю здесь ни разу не уводил но может быть тоже кому надо по управлению эффектами ничего не изменилось в принципе все тоже она осталась хотя на сайте пишется что вот именно вот с переходами до более не плавно должны и четче проигрываться заверением разработчиков на этом наверно и все просто написать некогда и вот вместо того что написать что да вот вышла такая программа и так и нововведения вот такой небольшой обзорчик новой версии программы на этом все всем пока с вами у василий павленко сайт язан studio заходить на сайт на форум оставлять комментарии задавайте вопросы надеюсь кому-то это все пригодится всем пока